На один день заповедная улица Ленина стала пешеходной. Здесь развернулся второй межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Это более девяти часов живой музыки, гастрономия в стрит-фуд формате, а также развлекательные площадки, зоны отдыха, игровые интерактивы для детей. Самый большой ажиотаж вызвала площадка с рестораторами. Ульяновцы выстраивались в огромные очереди, чтобы попробовать жареное мясо, сочные бургеры и многое другое. Рестораторы готовили на глазах покупателей. Быть на фестивале еды и ничего не покушать, наверное, как быть у колодца и воды не напиться. Сами рестораторы признали, что за несколько часов работы выполнили свою дневную норму по продажам. Главными гостями «Бульвара» стали глава региона Алексей Русских и известный ресторатор Аркадий Новиков. Они прошлись по «Бульвару» и пообщались с местными предпринимателями, после чего состоялся бизнес-пикник в формате «Бизнес-толк». Постараюсь сделать все условия, чтобы вы развивались, чтобы туристы, которые приезжали в наш регион, в Ульяновск, чтобы восхищались нашими такими кафе, нашими ресторанами. Я обратился к Аркадию. Он приехал, поделился своим опытом, очень благодарен ему, что он откликнулся. Аркадий Новиков признался, что сам удивился своему решению приехать в Ульяновск. Кто-то сказал, что у нас не так много ресторанов, там высылка и кухня. Не важно, какие рестораны, не важно, что это готовят бутерброды, там, жарят сосиски или какой-то там хай-кудзи. Важно, чтобы это было вкусно, важно, чтобы это было востребовано. В фестивале «Бульварфест» также участвовали предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля. Пройтись по их ряду было не менее интересно. Так Вера Яшина, мама троих детей, свою пряничную деятельность начала в декретном отпуске. Очень понравилось моим детям, потому что это очень увлекательно не только кушать. Мы сначала их рисовали, а потом уже и кушали. И вкусно. Здесь же на площадке встретили производителей сыров из Новомалоклинского района. Пока у них в хозяйстве пять коров, а также они закупают молоко у соседей. Особенных рецептов нет. Это кипрские рецепты, итальянские рецепты, швейцарские сырочки тоже есть. Всё готовим по их технологиям и добавляем только натуральное молоко. Вот самый главный, так сказать, рецепт. А на соседнем прилавке тестировали микрозелень. В маленьких горшочках зеленели редиска, горох, редька. Для нас, горожан, видеть их в таком виде непривычно. Но по вкусу, как уверяет производитель, они ничем не отличаются от обычных овощей. Мы можем купить зимой помидоры, огурцы в магазине, но это уже не те помидоры, которые мы кушаем летом. А это выращенные. И вы прямо в таком виде их получаете, только в таком большом формате. Обрезаете у вас грядки прямо вам в тарелку. Поэтому это максимум пользы. История Натальи Слинько, производителя хлеба, вызывает восхищение. Я не могла уже есть хлеб, который продается в магазине. И мне пришлось научиться сначала печь хлеб без глютена. А потом уже, если я научилась без глютена печь хлеб, почему бы на ржаной не научиться? Вот так у меня и пошел. А тем временем музыкальная часть программы не прекращалась ни на минуту. Ульяновцы, которые соскучились по массовым мероприятиям, с удовольствием принимали участие в интерактивах, танцевали под популярные хиты в исполнении кавер-групп до самого позднего вечера.